Преподобный Пимен Великий сказал, все житье монаха должно быть плачем. Это путь покаяния, преподанный нам Писанием и отцами, которые сказали, плачьте, другого пути, кроме плача, нет. Другой Великий Отец сказал, если хочешь угодить Богу, изыди из мира, отделись от земли, оставь тварь, приступи к Творцу и соединись с Богом молитвою и плачем. Иноки, живущие в многолюдных монастырях и желающие стяжать молитвенный плач, должны обращать особенное внимание на умерщвление своей воли. Если они будут отсекать ее и не обращать внимания на грехи, вообще на поведение ближних, то приобретут и молитву, и плач. Помыслы, собираясь в сердце, возбуждают в нем молитву и печаль по Богу, а печаль эта производит слезы. При страшной скудости нашего времени в наставниках истинной молитвы изберем себе в руководителя и наставника плач. Он и научит молитве, и охранит от самообольщения. Все отвергшие плач, отлучившие его от молитвы своей, впали в самообольщение. Это утверждают святые отцы. Достигший посредством плача чистой молитвы помнит во время молитвы только Бога и греховность свою. Смерть и суд, долженствующий немедленно наступить после смерти, представляются ему наступившими. Он предстоит сердечным ощущением пред судьею, нелицеприятным и неумолимым в конечный день суда. Пред судьею, который еще может быть умолен и может принять лице плачущего на суде, установленным и предначатым молитвою. Он благовременно ужасается, недоумевает, трепещет, рыдает, стонет, чтобы избежать бесполезных ужаса, трепета, недоумения, рыдания, отчаяния, которое породит в отверженных грешниках окончательный приговор прогневанного на веки Бога. Он осуждает себя, чтобы не быть осужденным, признает себя преступником, достойным всех казней, чтобы отклонить от себя казни, исповедует грешникам, чтобы получить праведность от десницы Бога, дающего эту праведность туне всем грешникам, сознающимся и раскаивающимся в греховности. Заповедует Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Здесь сказано неоднократное действие, но постоянное, повеление распространяется на всю земную жизнь человека. Всякбо, просяй, таким образом приемлет и ищай обретает, и толкущему неотступно отверзится. Отец и же с небесе даст Духа Святаго, просящему Него. По самому обетованию необходимо тщательнейшее, непрерывное делание. Не вести Бог, когда Господь дому приидет, вечер или полунощи, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапу, обрящет вы спяща. Невозможно, замечает святой Иоанн Лествичник, научить молитве желающего научиться ей одними словами. Учители ее опыт и плач. В сокрушении и смирении Духа начнем подвиг молитвы, вступим под руководство плача. Сам Бог, даяй молитву молящемуся, соделается нашим Учителем молитвы. «Придите ко мне», — приглашает нас Священная Матерь всех добродетелей молитва, вситруждающаяся под игом страстей в плену упадших духов, обременении различными согрешениями и аз упокою вы. «Возьмите иго мое на себе и обрящите покой душам вашим, исцеление вашим язвам. Иго бы мое благо, способно исцелять от согрешений и самых великих». «Придите, чадо», — приглашает нас Священная Матерь всех добродетелей молитва. «Послушайте меня. Страху Господню научу вас. Научу вас страху Господню самым опытом, внесу ощущение его в сердца ваши. Научу вас и страху новоначальных, которым уклониться всяк от зла, и чистому страху Господню, пребывающему в век века, страху, которым страшен Господь над всеми окрестными его, страшен самим пламенным Херувимом и преславным шестокрылым Серафимом. «Оставьте бесплодную и напрасную привязанность ко всему приходящему, с которым вы должны и поневоле расстаться. Оставьте увеселение и наслаждение обольстительное. Оставьте празнословие, смехословие и многословие, опустошающие душу. Вспомните, рассмотрите, удостоверьтесь, что вы здесь, на земле, кратковременные странники, что Отечество ваше – вечная обитель, небо. Вам нужен туда верный и сильный вождь. Этот вождь – я, никто иной. Все святые, вошедшие от земли на небо, совершили шествие не иначе, как мною. Я открываю вступившему в союз со мною падение и греховность человека и извлекаю из них, как из глубокой пропасти. Я обнаруживаю пред ним князей воздушных, их сети и цепи, разрываю эти сети и цепи, поражаю и прогоняю этих князей. Я объясняю Творца Сотворенному и Искупителя Искупленному, примеряю человека с Богом. Я раскрываю пред учеником и любимцем моим необъятное величие Бога и ввожу в то состояние благоговения и покорности к Нему, в котором должны быть создания пред Создателем. Я насеваю в сердце смирение, я делаю сердце источником обильных слез, причастников моих соделываю причастниками божественной благодати. Не оставлю руководимых мною, доколе не приведу их пред лице Божие, доколе не соединю с Богом. Бог — неисполнимое исполнение всех желаний в здешнем и будущем веке. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok